Всем привет! Сегодня понедельник, а это значит с вами снова программа Тусовка. И я ее ведущая Айгерима Смонова. Прошло громкое событие, которое задало торжественное и яркое настроение в первый же день зимы. В одном из столичных заведений прошла ежегодная церемония вручения наград в области моды, дизайна, стиля и среди деятелей бизнеса и шоу-бизнеса. В этом году объединили две премии сразу – FAM Style Awards и One Magazine Awards 2015. Мы тоже были на этом мероприятии. Субтитры создавал DimaTorzok Японцы говорят, если ты здесь и сейчас, значит это тебе надо. Но вы здесь обязаны быть, потому что здесь проходит ежегодная церемония FAM и One Magazine. Аида, привет! Здрасте! Для начала хотим поздравить вас с премией. Расскажи, пожалуйста, премией вообще, чего нам сегодня ждать? Мы проэкспериментировали в этом году и объединили две наших церемонии. Вторую ежегодную церемонию FAM Style Awards и четвертую ожидаемую престижную церемонию One Magazine Awards. Порядка 600 человек сейчас мы встречаем. Мероприятие закрытого формата. И настроение замечательное. Почему? Потому что, я думаю, это большой праздник не только нас и более ста номинирующих. Почему? Потому что, прежде всего, это их праздник, это признание, это признание не только издания, это признание большинства людей. И я думаю, что, прежде всего, это не конкурентная зона, а зона, все скорее, счастья, победы и праздника. Хотелось бы пожелать всем, кто сюда не попал, обязательно прийти на следующий год и увидеть все это своими глазами. Привет, Телек. Привет. Расскажи о премии. Как тебе здесь? Во-первых, классно. Очень классно. Я на своей волне, можно сказать. Я давно к этому шел. Не просто как гостем, а то, что как номинант. Ты номинирован? Я номинирован на стилиста года. Стилиста года FAM Style Awards. Как ты оцениваешь свои шансы? Супер. Привет, Илья. Привет, Суя. Как тебе на премии? Ты знаешь, ну как всегда, каждый год шикарно. Каждый год шикарнее другого предыдущего. Очень, очень круто. Большие молодцы. С точки зрения организации мне безумно понравилось. Ты знаешь, мне кажется, здесь, на любом мероприятии, очень важна организация. Очень важен именно тот дух, который люди вот сейчас чувствуют. Ты посмотри, сколько улыбающих людей. Это очень приятно. Самат, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, вот я думаю, что никто лучше, чем ты, не расскажет о этой премии. One Magazine Awards в этом году проходит четвертый раз. One Magazine Awards в 2015. Значит, я уже говорил, в принципе, о том, что, ну, скажем так, по воле народа уже нас называют самой престижной церемонией. В Кыргызстане нас это очень радует. Мы каждый год выбираем самых успешных людей. Это бизнесмены, это представители культуры, это представители различных, скажем так, секторов. И в течение двух месяцев у нас на нашем сайте официально проходило голосование, где в этом году проучаствовало более 15 тысяч человек. Мы считаем, что это более-менее объективное, скажем так, голосование, объективное мнение народа. Как ощущения стать бездаристом того года? Супер, я счастлива. Ожидали ли вы, чтобы выиграть? Ну, да. Откуда уверенность такая? Поначалу была не уверена, но вчера голоса просто показали свое. Профессиональные танцовщицы говорят, чтобы хорошо танцевать арабские танцы, нужно пожить среди арабов, чтобы понять их обычаи, манеру поведения и выучить язык, чтобы понимать, о чем арабские песни. Но что бы там ни говорили, оторвать взгляд от танцующей девушки сложно даже мне, не говоря о мужчине. Так что меньше слов, просто смотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что происходит здесь? Здесь происходит конкурс, рейтинговый турнир по арабским танцам и Болливуду. То есть это направление мы стараемся сейчас развивать и проводить конкурсы. Это именно соревнования. То есть мы показываем мастерство, приглашаем презентов, проводим мастер-классы и смотрим работу. То есть ежегодно у нас 2-3 раза в год у нас проходят такие соревнования. Возраст от скольки до скольки? Вы знаете, возраст в арабском танце, его нету. То есть может танцевать с маленьких трех леток и до сеньор, которым 50, 53, 60. То есть это такой шикарный вид танца, где женщина себя может показать и в возрасте зрелым, да, и в таком... И даже маленькие детки могут себя так показать. Елена, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, о своей деятельности. Моя деятельность заключается в том, что я преподаватель танцев, в частности восточного танца у взрослых и у детей. Как давно вы этим занимаетесь? Занимаюсь больше 10 лет. А вообще как вы пришли к тому, что вот вы должны танцевать? Ну, вообще по жизни я танцевала очень многие танцы, начиная от хореографии, народные танцы, мое образование и так далее. И даже уже будучи в таком интересном возрасте, ну, как бы, когда женщина считается без возраста, я защитила дипломную работу о формировании женственности средствами восточного танца, средствами восточного танца на различных возрастных категориях. Скажи, пожалуйста, ты откуда приехала? Из Новосибирска. Новосибирска? А в какой школе ты занимаешься? Ритма Востока. Как давно ты занимаешься танцами? Четыре года. Четыре года? А ты можешь что-нибудь продемонстрировать нам? Да. Давай. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Напоминаю, что вы смотрите программу Тусовка И мы продолжаем рассказ о самых интересных ярких событиях прошедшей недели Буквально вчера в караоке клубе 40 на 40 прошла презентация новой группы С очень интересным названием Ассорти и певческого дуэта Фрэш Надеюсь, что название группы станет пророческим и они смогут внести свежую струю креатива в бешкетский шоу-бизнес Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Почему Ассорти? Скажи, пожалуйста, это что значит? Ассорти значит... значит Ассорти Не, ну почему? Мы хотели просто Ассорти назвать, потом подумали с группой, говорили Давайте необычно будет как бы ассорти, как говорится, так и будем писать И вот, вот так Потом некоторые спрашивали у меня, ассорти это ассоциация артистов типа такого? Я говорю, нет, просто ассорти А Фрэш? Фрэш? Ну, про Фрэш это мне посоветовали, очень серьезные люди Да, Джидеш и Андрей, конечно же Сказали, свежая группа, как бы свежесть И перевели на английский и стало Фрэш Привет, ребят! Привет, добрый вечер! Здрасте, здрасте, здрасте Расскажите, пожалуйста, как вам группа Ассорти и Фрэш? Ну, вообще, на первый взгляд, очень неплохо В любом случае, хотелось бы посмотреть полностью репертуар этих товарищей Ну, на первый взгляд, очень даже хорошо Да, но в рынке, в рынке шоу-бизнеса, да, скажем, очень много хороших ребят, которые поют Но и сегодня мы увидели неплохое исполнение, это в плане дуэта, вот Фрэш, хорошие голоса Что касаемо группы Ассорти, но видно, что девочки молодые, но видно, что очень большой потенциал есть Я думаю, через некоторое время мы уже увидим на большой сцене, на подтанцовке, там, скажем... На корпоративах На корпоративах, да, очень хотелось бы видеть на корпоративах Я думаю, мы с Азизом обсудим эти все вопросы, сколько они будут стоить и будем сотрудничать Пожалуйста, каково это будет дуэтом Фрэш? Не знаю, не могу описать словами Ты почему такая грустная? Просто волновалась много из-за этого Слушали ли комментарии, которые вам говорили? Нет, пока нет, пока нет Нет, меня особенно благодарил Эрнест Миталеев, АК Рекорд И все, я о других не слышала Много о вас говорили, то есть, а вообще, каковы планы дальнейшие ваши? Дальше продвигаться, там, новых песен, новых клипов Посмотрим, у нас дальнейшие планы есть Да, в будущем тоже есть А собираетесь ли вы записывать свою песню? Обязательно Да, мы готовимся Есть ли хотя бы какие-нибудь наброски? Пока нет Пока нет, но будут Мы собираемся Да? Ну, пожелаем вам удачи тогда Спасибо Спасибо Девочки, привет Расскажите, пожалуйста, каково быть этой группой Ассорти? Ну, я не знаю, для меня это лично что-то новое, так как мы вот с детства, да, все девочки в основном мы танцевали, все народные танцы И то, что мы сейчас станцевали для вас, это для нас было что-то новое и что-то нечто У нас такие ощущения, то, что просто не описать А почему вы называете меня Ассорти? Интрига Чтобы все о нас говорили Не говорили, только хорошие, конечно Да, чтобы, наверное, все обсуждали, но Айспекин нам говорит, что мы, так как ассоциация артистов, он назвал Ассорти А вот касательно ваших нарядов, кто занимался этим? Мы этим занимались все вместе, как говорится, у нас коллективная работа Вот Вот так вот Кто-то что-то придумал, что-то добавляет Каждый вносил сюда свою лепту, получается Вот такая вот у нас дружная команда Молодцы, девочки, пожелаем вам удачи После яркого старта нам остается пожелать им успехов А мы будем следить за их творчеством И будем ждать презентации нового клипа Ну, а теперь, как всегда, наша традиционная рубрика «Место» Друзья, напоминаю, что и у вас есть возможность принять участие в съемках программы Вместе со мной Для этого вам нужно лишь прислать название заведения, которое бы вы хотели увидеть в следующем выпуске Также рассказать, чем интересно это заведение и почему именно оно должно оказаться в нашей программе Номер ватсапа и электронный адрес вы видите у себя на экранах Вот мы приехали в очередное место У нас сегодня в рубрике «Клуб Мартини» Давайте же зайдем Мартини у нас позиционируется как бар и ресторан У нас официальное заведение 13-е в мире, но уже 12-е, потому что в Алмате забрали, да 12-е официальное заведение из серии «Мартини» и «Баров» Для нашего города, я думаю, это как бы неплохое достижение Радуем своих гостей вечеринками, вкусной кухней, интересная музыка, качественная Ну, стараемся идти в ногу со временем Контингент у нас, ну, от 20 лет и до 45, я думаю Ну, более взрослых людей, стараемся привлечь своим сервисом вкусной кухни Молодежь с этими интересными фишками именно в первом зале, в таком клубном формате Вот, у нас молодежь любит потусить, потанцевать под современную музыку У нас работают молодые ребята, это Азат, диджей Энерджи и Тилет Тилай Вот, ребята готовятся на каждые выходные, подбирают, стараются каждому угодить Из-за того, что разброс большой, возраст лайк, как бы, ну, стараются музыку полностью разнообразить От каких-то коммерческих третов, все неузнаваемых, до более современных, как бы, которые понимают только молодые Мы придерживаемся, ну, как бы, есть такая система, как минимальная сумма заказа на одного человека Вот, она у нас очень демократичная, это от 1000 сумок и выше Вот, и там уже с каждым гостем, как бы, с каждой компанией обговариваются индивидуально Что бы они хотели там видеть, пусть это будет 1000 сумок или 2 или 3, все по-разному Ну, у нас есть свои поставщики, как бы, с ними давно уже работаем, ну, проверенные каналы Вот, то есть, если это алкогольная продукция, то это только у официальных представителей По кухне, как бы, у нас занимаются, конечно, повара, сами выбирают, что их устраивает, как бы Мы туда стараемся не лезть, они там сами себе хайзевают на кухне Интерьер разрабатывал нам не местный дизайнер, дизайнер из Москвы, Дмитрий Пономаренко Он очень известный там, вот, как бы, ну, мы с ним сотрудники То есть, он полностью, как бы, нарисовал картинку, мы по ней сделали дизайн Ну, я думаю, вы все сами видите, все очень красиво, современно Вот, ну, и в дальнейшем, я думаю, уже в начале следующих года Мы будем делать некий апгрейд, вот, интерьер еще будет более интересный С какими-то новыми фишками уже для 2016 года Вот, ну, я думаю, время покажем Ну, во-первых, хотелось бы поздравить уже, можно, я думаю, да, с наступающим 2016 годом Пусть он будет для каждого успешным, продуктивным, ну, и, самое главное, счастливым Вот, мы всегда рады вам приходить почаще Встретим, я думаю, вы останетесь довольны Вот, мы уже на кухне, и наш дед здесь Юра Юра, здравствуйте Здравствуйте Что мы сегодня с вами будем готовить? Сегодня мы с вами будем готовить Цезарь, один из классических салатов европейской кухни А, вкратце, можно ли сказать историю этого Цезаря? Потому что он у нас недавно, как бы, на рынке, и прям многие влюбились в этот салат Салат Цезарь, по сути, не имеет отношения к европейской кухне Так, как он был придуман в Северной Америке Неким итальянцем Цезарем Кардини в 40-е годы, во время сухого закона Основа салата составляет листья салата, крутоны, пармезан и особый соус А вообще, как там есть с курицей, с креветкой? Сам по себе салат очень легкий, и для того, чтобы его чуть-чуть сытнее сделать, добавляют курицу, лосось, яйцо, рыбу и тому подобное У нас в меню Цезарь с курицей Мы порвем салат Руками, да, рвем? Все делаем руками А почему нельзя резать? Потому что структура салата меняется и перестает хрустеть, цвет меняется и пышность теряется Насколько мне известно, салат Цезаря отличается именно соусом, да? А что туда добавляется в соус? У каждого ресторана свой секрет соуса У нас не особо такой секрет, но есть свои нюансы, да? То есть мы делаем майонез сами Добавляем туда мелкорубленные анчоусы, горчицу, сыр пармезан И приправляем еще одним компонентом, о котором я не могу рассказать Порвали салат Нарезаем помидоры черри Пополам, не больше, чтобы не растеклись А вообще возможно ли добавлять просто обычные помидоры? Да, возможно, но в ресторанах желательно красиво, чтобы люди знали, что они кушают Тем более черри, они более насыщенные А она отличается по вкусу, да? Весь вкус большого томата есть в маленьком черри Вы сами вот какой больше предпочитаете? Я предпочитаю с курицей С курицей, да? Ну все, попробуем Что нам дальше требуется делать? Требуется пожарить куриное тюлено грилем Для начала раскаляем гриль Стелим пергамент для того, чтобы соприкосновение с курицей было меньше И она была нежнее и сочнее, и не было вкуса гари А вот чем вы приправили курицу? Простыми специями для гриля и чуть-чуть маслом Для того, чтобы сохранилась корочка и сок Я почему-то думала, что его на масле жарят? Тогда бы оно было очень жирное, сухое слегка На гриле всегда надо минимальное количество масла и часто оборачивать Сколько минут нам понадобится? Ну минуты, я думаю, 4 масла 4, да? На каждой стороне или в общем? В общем, на каждой стороне по 2 минутки, да? Я вот тут смотрю, вижу, что масло вытекает Это из самой курицы или все-таки то масло, которое вы залили? Это происходит реакция Майера Это когда белки сворачиваются И, соответственно, мясо выталкивает свой сок Для этого мы смазали масло, чтобы оно весь сок не выталкивало Вот, как видите, белки свернулись И образуется корочка Если мясо пружинит, то оно не готово Если не пружинит, то остается Другое вот такое Можете попробовать Да, я проверю тогда тоже Да, на самом деле На самом деле, кажется, что уже Курица наша уже готова Поэтому подъем, да, делается вот Знаете, Юра, получается, мы сейчас просто будем резать эту курицу, да? Да, ну не просто резать Я объясню на некую тонкость в этом нарезке Для начала мы возьмем тарелочку Для салата Зачастую это средние тарелки Не маленькие, не слишком большие Средние для того, чтобы человеку было видно Всю красоту салата Видно было Все компоненты И оказалась большая порция Хотя она на самом деле для того, чтобы возбудить аппетит Салат мне до этого не предназначен Берем наш салат Замешиваем с соусом Должно быть равномерно, сочно Уже выглядит аппетитно А почему нельзя просто заправить обычным, я не знаю, майонезом домашним? Ну да, Цезарь перестает быть Цезарем, становится просто салатом Вся основа Цезаря, в соусе Цезарь Угу Делаем выкладку Я предпочитаю делать это руками Чтобы чувствовать продукт И не ломать его структуру Доставляем по центру тарелки Дорки Украшаем, да? Ну да Делаем аппетитный вид Чтобы нарезать курицу на наш Цезарь Мы режем не так, не так кубиком А именно под уклом Чтобы показать всю структуру мяса Ммм, насколько она уже пожарилась Да, как видите, она сочная Видно, что готовая Интересная нарезка Просто нарезается под углом И так целиком Выставляем Выставляем им на салат Все это Украшаем А нельзя это все вместе Размешать? То есть соусом Размешать сухари Размокнуть, потеряя Свою Свою вид, свою форму Спасибо сухарями И Никуда без пармезана Поэтому натеран Я предпочитаю на мелкой терке Можно на крупной Можно слайсами нарезать Но я люблю на мелкой Потому что он больше Покрывает салат Красиво посыпаем наш салат И вот наш салат готов Приятного аппетита! Спасибо большое! Мы очень быстро приготовили салат «Цезарь» В принципе, пойду пробовать А потом скажу Какого-то все на вкус Вот и прибыл наш центр Давайте попробуем На самом деле салат очень вкусный получился у нас Курица сочная Сам салат Соус очень интересный Но я, правда, не могу понять Что там Потому что нам не сказали Сказали, что это секрет В целом салат «Цезарь» у нас удался Друзья, а я вам напоминаю Что и у вас есть возможность Принять участие в съемках вместе со мной Для этого вам нужно лишь прислать название заведения Которое бы вы хотели увидеть в следующем выпуске Также описать Чем интересно это заведение И почему оно должно оказаться в нашей рубрике «Место» Номер WhatsApp и электронный адрес Вы видите у себя на экране К сожалению, наша программа подходит к концу И, как всегда, мы постарались рассказать О самых ярких и интересных событиях Прошедшей недели А вы, друзья, не забывайте отмечать Свои фотографии хэштегом «Тусовка Бишкек» А автора лучшей фотографии Ждут два билета на любой фильм Любой кинотеатр с сетью «Синематика» И это была программа «Тусовка» Благодарим за сотрудничество Клуб Мартини, салон красоты Юми А мы прощаемся с вами Будьте с нами, смотрите нас Тусуйтесь вместе с нами Меня зовут Айгерима Смонова Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok